Сессия Законодательного собрания Новосибирской области началась с минуты молчания в памяти о погибших в теракте в Крокус-Сити-Холле. А затем Сергей Конько, депутат и действующий зам командира батальона Вега, вручил награды Минобороны своим коллегам по ЗАГС Собранию за помощь подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас и помогает. Мы обязательно победим. Победа будет за нами. Одним из вопросов стало назначение на должность уполномоченного по правам ребенка. В ходе тайного голосования депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру действующего омбудсмена Надежды Болтенко. Свои обязанности она будет исполнять в течение ближайших пяти лет. Сегодня же депутаты определились и с кандидатурой на пост бизнес-обмудсмена региона. Из двух претендентов в парламентарии одобрили кандидатуру действующего уполномоченного по правам предпринимателей Николая Мамулата. Активное обсуждение депутатов традиционно вызвало вопрос о плане реализации наказов на этот год. Глава Минэкономразвития региона доложил, сумма заложенная рекордная – почти 29 миллиардов рублей. На эти средства могут исполнить более 1200 наказов жители области. Закон о наказах – это всегда такая дорожная карта. И сегодня с появлением национальных проектов, в том числе, наказы исполняются за счет профедеральных программ. Здесь многое зависит от совместной работы депутатов, правительства. Это как часы работает, в принципе, мы проводим, когда есть какое-то недопонимание, совместные совещания депутаты, все правительство, министры. В результате наступивший год в деле исполнения наказов избирателей обещает быть продуктивным. В 2024 году у нас будет строиться 11 школ, 13 полиплиник и больниц, 50 ФАПов в 20 районах области. Очень много капитальных объектов в дорожной структуре, в сфере культуры, физкультуры и спорта. Ну и отмечаем, что, наверное, таких темпов строительства не было даже в советское время. Главное теперь – найти силы, чтобы эти рекордные планы своевременно воплотить в жизнь.